Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим масло новейшего стандарта оси АЦ5 и допуска Mercedes-Benz 229.71 Да еще в вязкости 0W20 Это Volvo Line Sinpower MST C5 0W20 Да, вы не ослышались, 0W20 да еще для Мерседеса Volvo Line пока отсутствует в официальном листе Мерседеса, но думаю, что это дело времени Давайте посмотрим, соответствует ли оно заявленным стандартам Это масло закупал не я, товарищи Сойл Клуба скинулись на его анализ И мы попросили официального представителя Volvo Line по Санкт-Петербургу Заслать запечатанную литруху в лабораторию, сразу туда, чтобы мне не пересылать В следующих кадрах вы увидите поступление масла в лабораторию УРЦ ТЕД, город Екатеринбург Вскрытие крышки, проверка пломбы, партия Смотрим Получены результаты из лаборатории, вот они Если что, в описании под роликом будет ссылка на этот анализ Масло у нас имеет такие спецификации APSN, AC5, Mercedes-Benz 229.71, BMW Longlife 17FE+, Volvo VCC, RBS02AE Ну и LSAC GF5 То есть, это новейшие экономические допуски для европейских автомобилей ИК-спектр у нас говорит о том, что масло сделано на основе гидрокрекинга плюс ПАО Давайте сверим эту информацию с паспортом безопасности МСДС, который выдает сам завод Из него мы видим только наличие гидрокрекинга VHVI 40-50% Остальное, скорее всего, и есть ПАО Это где-то 20-30% Ну а теперь давайте разложим это масло по косточкам Начнем с щелочного Щелочное число 8,97 Выше среднего Масло имеет неплохие моющие нейтрализующие свойства Это масло создано для длинных интервалов замены в европейских условиях И видно, что постарались сделать щелочное масло повыше Насколько это возможно, не увеличивая зольность Для того, чтобы масло держало свои нейтрализующие свойства весь пробег К нашим условиям это вряд ли относится У нас нет автобанов высокой средней скорости Зато есть пешеходники, светофоры, многочасовые пробки Много режимов старт-стоп Которые в основном и убивают масло Поэтому у нас это масло по 20-30 тысяч километров ходить не будет Я, к сожалению, не помню, сколько у них там лонг-лайф интервалов и у мерседесов BMW Ну, не будет ходить Интервалы нужно сокращать Это должен делать бортовой компьютер автомобиля Подсчитывая среднюю скорость, моточасы и другие условия эксплуатации Вязкость при 40 цельсиях у нас равна 42,03 Низкая Особенно если учесть, что это масло для европейских автомобилей Низкая вязкость меньше сопротивляется деталям двигателя И за счет этого позволяет экономить топливо при прогреве до рабочей температуры То есть, когда вы утром пришли, спустились, запустили двигатель Масло у вас в холодном состоянии имеет высокую вязкость Особенно у таких масел, как там 10W40, 5W40, 5W50, 10W60 Любят у нас стритрейсеры И пока оно не прогреется Вязкость будет сопротивляться деталям двигателя И создавать повышенный расход топлива На этом же масле 0W20 вязкость изначально низкая Допустим, ниже чем у 5W40, вот это вот 0W20, ниже чем у 5W40, где-то в два раза Вязкость при 100 цельсиях равна 8,19 По стандарту САИ 0W20 должно вписываться в рамки от 6,9 до 9,3 сантис токов То есть, оно удовлетворяет этим требованиям Когда двигатель полностью уже прогрет, это масло также экономит топливо за счет низкой вязкости Кислотное число 1,3 Очень низкое Если сравнивать с обычными маслами Большой диапазон между кислотным и щелочным Дает нам больше запас по сработке масла То есть, по кислотным видно, что масло должно долго срабатываться Температура вспышки масла 235 Цельсиев Масло термостабильно при высоких температурах Особенно для низковязкого масла 0W20, да еще с гидрокрекингом Как бы, это прекрасная температура вспышки Если бы здесь не было ПАУ, вспышка была бы ниже Температура застывания минус 51 Цельсий Вальвалин имеет хорошие низкотемпературные характеристики Можно не бояться использовать его в Сибири Если сравнивать с паспортом на эту партию То лаба контроля качества завода Вальвалайн Выдала температуру застывания минус 48 Цельсиев Такая вот разница при измерениях в разных лабораториях на разном оборудовании Не удивляйтесь Можете считать, что вот это вот минус 48 и минус 51 Это примерно одно и то же Содержание серы низкое Достаточно низкое 0,178 Такое содержание в обычных маслах не увидишь Масло чистое на серу Применили чистые базовые масла Беззольные дисперсанты Ну и детергенты Все это благоприятно скажется на долгой сработке масла То есть по всем признакам мы опять увидим Что это масло действительно для длинных интервалов смены Зольность сульфатная 0,72 Экстремально низкая зола Масло чистое на отложения в камере сгорания, форсунках и клапанах Видно хорошую совместимость с системами прямого впрыска Если помните, в обычных, более простых маслах АПСН Ильсак GF5 Зола равна 0,96 А здесь мы видим 0,72 Также нужно отметить, что стандарт оси АЦ5 Которому должно удовлетворять наш вольволин Ограничивает зольность до 0,8 И он с запасом удовлетворяет этим требованиям У него 0,72 В паспорте у нас указана динамическая вязкость Имитации холодной прокрутки стартером Которую мы не тестировали CCS при минус 35 Цельсиях равна 5394 То есть 5394 Она укладывается в требования стандарта до 6200 Это также подтверждает, что масло можно использовать при серьезных морозах Пакет присадок необычный Я лично такой первый раз вижу Хотя мы подобные масла уже тестировали на АУ-клубе Именно с допуском Mercedes-Benz 229.71 Что интересное, тут есть натрий Натрий может быть детергентом, повышающим щелочное число Антиоксидантом Но мне показалось необычным, что натрия очень небольшое содержание Возможно это дебутил-дитиокарбомат натрия СДДЦ так называемый Используется в качестве противоизносной присадки Обеспечивает низкий коэффициент трения с хорошей полярностью в молекул масла Могу ошибаться, это только предположение Вилами, как говорится, по воде Как всегда в экономичном масле не обошлись без органического молибдена Он снижает трение и повышает экономию топлива То есть дополнительно еще применили органический молибден Моющие нейтрализующие присадки у нас на основе кальция плюс магния Тоже современные такие достаточно методы Такое сочетание как раз дает малую зольность нам Почему ЗОЛА 0.72 БОР это дисперсант, удерживающий частички загрязнения во взвесе Для масел Лонг Лайф с длинными интервалами смены Это свойство как бы очень актуально Держать продукты сгорания частички во взвесе Не давать им откладываться на деталях двигателя И вместе со сливом масло выносить с собой Противоизносные присадки на основе традиционно фосфора и цинка Также нужно отметить, что у масла повышен параметр окисления Это говорит о наличии какой-то присадки у лучшайзера Это могут быть как дисперсанты, те же самые Возможно органический модификатор трения ГМО Вывод Масло действительно можно приравнять к синтетическому Вольвалайн изготовил его на основе гидрокрекинга VHVI плюс павосинтетики Это говорит нам ЭК-спектр Оно очень высокотехнологичное и напичкано всякими улучшайзерами и новомодными присадками Имеет хорошие низкотемпературные свойства Можно использовать в регионах России с холодными зимами Масло имеет задатки к долгой сработке, чистое на золу и серу Заявленному стандарту оси АЦ-5 оно удовлетворяет Действительно экономит топливо По стандарту АЦ-5 масло должно обеспечить экономию топлива около минимум 3% В тесте двигателя CETS L05496M111 Представляете что такое 3% в масштабах годовых затрат на топливо Если вы допустим заправляетесь, тратите на заправки 100 тысяч рублей в год Вот вам 3000 рублей экономия на канистру этого же масла То есть перейдя на эту вязкость 0,20 вы получаете условно бесплатно канистру масла в год Если кто-то думает, что масло жидкое как вода, ее обязательно нанесет износ мотору Избавляйтесь от этих стереотипов Япония, Америка уже давно ездят на маслах 0,20 более простых в жарких регионах И никаких массовых сходов техники нет Более того, многие из нас эти автомобили покупают и начинают лить туда 5W40 В общем, вслед за Японией прогресс приходит и в старушку Европу Помимо того, что Volvo Line подходит к применению в последние модели Mercedes, BMW, Volvo Это масло можно также применять и в японцах, корейцах, там где рекомендовано APSN LSAC GF5 Об этом, кстати, заявлено на канистре Volvo Line MST C5 0W20 Тот, кто искал крепкую навороченную 0W20, обратите внимание Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо тем, кто скинулся на проведение этого анализа В следующий раз мы рассмотрим с вами Nesti Pro C2 C3 5W30 Новейшее масло с допуском Mercedes-Benz 229.52 На новейшем пакете присадок, скорее всего, будет Infinium Ну а я с вами прощаюсь, до встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok